Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-Банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Вот она, преемница легендарной 580 RX, незамеченная любителями игр, переодетая в анимешницу RX 5700 XT. За 10 тысяч рублей вы получаете топ AMD с 2019 года, который посоперничает с RTX 3060, а она на минуточку в три раза дороже. Такие белоснежки сейчас набирают популярность. В нашей телеге в комментах сразу появилось несколько владельцев. Сегодня разберем, почему такие пятитысячные RX'ы покупают и что у этих аниме-девочек внутри. По традиции, после тестов, вот эту видеокарту мы разыграем среди наших подписчиков в Телеграм. В общем, на связи МК. Раскрываем мир еще одной любопытной карточки из Поднебесной. Поехали. Мы уже рассказывали про другую дешевую китайскую RX'у 580, которая на самом деле 470 из 2016 года. Там сразу было понятно, что карта полный хлам, стандартная коробка, ужаренный чип и повсюду следы флюса. Отработала она худо-бедно всего пару недель. Теперь стоит у меня на полочке, как напоминание, что такие GPU даже за 3-4 тысячи рублей покупать не стоит. Но здесь все иначе. Фирменная красивая коробочка от китайского бренда Surma, сделанная специально под RX 5700 XT. Фирму такую я ранее не встречал, но загуглив название, понял почему. Внутри аниме-наклеечки с календариком и беленькая карточка в пакетике на пломбе. К внешнему виду не придраться. Вертушки новые и без пыли, радиатор чистый, даже есть пломба на болтике. Такую прелесть не хочется сразу раздербанивать и вскрывать, так что давайте посмотрим, что она покажет в тестах. Система у нас на шестиядерном Ryzen 5 7600X, 32 гигабайта быстрой DDR5-7200 и Windows 10. Начнем с синтетики. Бенчмарк 3DMark Time Spy. Он проходит без ошибок, но вот результат на 10% ниже нормы. Причина – теплопакет карты, он всего 180 Вт. Сток у RX 5700 XT – 225 Вт. Это поправимо, видимо китайцы перепутали и зашили бивус от обычной RX 5700. Открываем MSI AutoBurner или Адреналин и поднимаем теплопакет на 25%. Теперь RX 5700 XT потребляет положенные 220-230 Вт и результат 3DMark на нормальном уровне. Он сравним с той самой RTX 3060 на 12 ГБ. Теория подтверждается. Да, у зеленой карты на 4 ГБ видеопамяти больше, но это не показатель. Достойный соперник. В 3DMark Time Spy 3060 всего на несколько процентов слабее 5700 XT. При этом даже на БУ площадках она стоит минимум вдвое больше. И по всей видимости, это первая причина, по которой такие карты покупают. Если взглянуть на наш актуальный рейтинг видеокарт, RX 5700 XT ноздря в ноздрю с RTX 2070 и совсем немного уступает RTX 3060. Давайте это проверим. По традиции начнем с Cyberpunk 2077. Это уже мерило производительности. Да, в бенчмарке на впечатляющих настройках графики Full HD с апскейлерами на качество зеленая карточка впереди. На 15% быстрее RX 5700 XT с правильным теплопакетом. И да, вам не показалось. Запись геймплея при родных 180 Вт тормозит. Видимо, снижение теплопакета бьет по производительности видеокодера. Не знаю. Это AMD. Сделаем еще одну поблажку нашей RX. Дело в том, что стандартная запись адреналина слегка просаживает FPS. Поэтому результаты 5700 XT будут показаны без записи. У Nvidia таких проблем нет. Все тесты далее проведем с официальным разогнанным до 225 Вт теплопакетом. На температуре это сказывается минимально, зато нет проблем с записью. Да и лишние 5-10% FPS аниме старушки не помешают. В плане потребления RTX 3060 на фоне старой RX выглядит отлично. Всего 160-170 Вт. Как после этого можно назвать архитектуру Ампер прожорливой? Если сравнивать карты в чистом Full HD разрешении, на тех же впечатляющих настройках, RTX опережает RX на 10 FPS. Но раз уж мы дали 5700 XT фору, запустим то, что такие карточки AMD показывать не любят. Alan Wake 2. Игра местами похожа на кино и технологичная. Настолько, что за бортом остались владельцы и GTX 10, и RX 5000 серии. Они не поддерживают нужные Mesh шейдеры. Это не мешает ей запускаться, но минусы тоже есть. История Remedy работает на таких GPU плохо. Им приходится использовать медленную обработку пиксельного затенения на вершинных и пиксельных шейдерах. В общем, не хватает технологичности. Несмотря на это, на высоких настройках графики с FSR на качество, RX 5700 XT смогла выдать порядка 50-55 FPS. Судя по всему, архитектура RDNA оказалась достаточно продвинутой в плане асинхронных вычислений. И AMD апдейтами дрейверов сумела довести производительность до хорошего уровня, даже без аппаратной поддержки Mesh шейдеров. Но, судя по графику фреймтайма, у карты с этим есть сложности. Проблемы с качеством картинки особенно заметны, если отключить масштабирование. На высоких настройках графики у RX появляются артефакты по краям объектов. И в режиме без FSR начинается еще большая кардиограмма и нестабильный FPS в районе 40 кадров. Как ни крути, без Mesh шейдеров Valon нормально не поиграть. А в будущем таких игр станет еще больше. Разумеется, на RTX 3060 проблем с графонием нет, к тому же FPS на ней в полтора раза выше. Зато в Pandora на RX 5700 XT все отлично. Игры Ubisoft традиционно затачиваются под красные карты и технологии, так что синий Far Cry идет хорошо. На Ultra с FSR 3 и генератором кадров можно получить внушительные 84 FPS по бенчмарку. RTX 3060 с тем же FSR 3 быстрее, но лишь на 10%. С такой высокой производительностью можно отказаться от мыльных апскейлеров. В нативном Full HD с высокой графикой обе карты отрисовывают порядка 60-65 FPS. Нет проблем и с советским киберпанком. Усмирять взбунтовавшихся роботов в Atomic Heart можно без всяких апскейлеров в Full HD. В таком режиме обе карты выдают под 70-80 FPS. При этом RX-A греется на 10 градусов выше самой дешевой и простой двухкулерной RTX 3060. Да и потребляет ощутимо больше. Все-таки производительность на ватт ощутимо выросла за несколько лет. Ну и под конец традиционно протестируем в гонках. Forza Horizon 5 это пастген, игра затачивалась под слабенький Xbox One, но графика все равно до сих пор впечатляет. Особенно если выкрутить ее на запредельные настройки графики и запустить в 2К без всяких DLSS и FSR. Обе карты выдают по бенчмарку за 60 кадров, хотя RTX 3060 все-таки и тут на 10% быстрее. Хорошо, выяснили. Тесты в играх не врут. Для карты за десятку RX 5700 XT не без минусов, конечно, но своих денег стоит. Давайте посмотрим, что по рабочим задачам. Начнем с рендеринга в Blender. Формально архитектура RDNA поддерживает видеоускорение HIP, но на деле его активация ничего не дает. Процессор отдувается за двоих и сцену классной комнаты он отрендерил за минуту и 16 секунд. А вот ускорение Optics на 3060 грузит карту на все 100%, итоговый результат аж в 2,5 раза быстрее, меньше половины минуты. А вот в премьере с видеоускорением на RX 5700 XT никаких проблем. Тестовый двухминутный ролик в 4К, где я настраиваю Феликса, с наложенным сложным эффектом блика отрендерился за полторы минуты. У RTX 3060 результат ровно такой же. В фотошопе тоже все отлично, карта без проблем позволяет работать с тяжелыми многослойными картинками. В общем, на удивление, пятилетняя RX 5700 XT держится бодрячком. Да, у нее нет поддержки трассировки, меш шейдеров. Да, температура GPU доходит до 80 градусов при потреблении за 200 ватт. С рабочими задачами тоже не все гладко, на ее фоне RTX 3060 выглядит куда технологичней, но не забываем, что RX стоит вдвое дешевле, а за 10 тысяч рублей можно и потерпеть. Остается последний и, пожалуй, самый важный вопрос. Что же это за карта на самом деле? RX 5700 XT вышла в 2019 году, и она отлично подходила для добычи криптовалют. Эта RX'а копала настолько хорошо, что нередко майнеры меняли ее у геймеров на более новую и мощную RX 6700 XT без доплаты. Как неизвестная молодая компания Surma, которой нет и года, смогла добыть новые карты пятилетней давности, да еще и в таких количествах. Давайте заглянем в GPU-Z. С виду никаких проблем, утилиты не жалуются, что видеокарта фейковая, с частотами, ядрами и шинами тоже полный порядок, но уже есть первый звоночек. Бренд карты отображается как XFX. На что мы и рассчитывали, история этой карточки начинает проясняться. Surma берет обычную брендовую бэушную карту, перекрашивает ее, обслуживает, ставит новые вентиляторы, клеит наклеечки, берет коробочку и продает как новую. Я не понимаю, в чем была проблема сменить название бренда в системе, это делается за 5 минут. Пик продаж пятитысячной серии пришелся на 20-й год, так что в теории перед нами уже хорошо пожившая видеокарта, но с виду она выглядит новой, не радует лишь температуры. В играх чип грелся до немалых 80 градусов, проверим, что будет в жестком суперпозишн. В 4К этот бенчмарк сильно нагружает чип и память, а чтобы создать динамичную нагрузку, можно отключить гравитацию и заставить объекты летать. После получаса прожарки при стоковых 180 ваттах чип прогрелся до 75-80 градусов. Вполне рабочий нагрев. Но на самом деле это средняя температура по больнице. Самая горячая точка, ходспот, греется под 85. Для урезанной 5700XT это многовато. Память тоже жарится при 85 градусах, для GDDR6 критичным является 95 градусов. Но если этой 5700XT вернуть официальный теплопакет в 225 ватт, карта попадает в ватт. Ходспот доходит аж до 90 градусов, что для старого GPU многовато. AMD, конечно, считает иначе. Температуре в самой горячей точке допустимо подниматься даже до 110, но неспроста ремонтники знают про слабые видеочипы таких карт. И вишенкой на китайском рефабе перегрев зоны питания. В Superposition задняя часть текстолита под VRM прогрелась до 85 градусов. То есть сами MOSFETы жарятся при сотне. Вполне возможно, что сурмисты не просто так урезали теплопакет до 180. Для местной зоны питания 225 ватт это серьезное испытание. Ходспот в зоне кипения, памяти жарковато, а наши новенькие вентиляторы прохлаждаются на 30%. Через расширенные настройки адреналина выставляем их обороты на 70%. Теперь с температурами в Superposition порядок. 70 градусов на GPU и 80 ходспот. Да, так карта становится заметно шумнее, но зато дольше проработает. Если у вас на руках такая RX 5700 XT, рекомендую пойти еще дальше и заняться андервольтингом. Это дополнительно снизит нагрев. Прежде чем делать решительные выводы, давайте посмотрим, что у нее внутри. Разберем карточку, а для чистоты эксперимента дадим слово мастеру по ремонту видеокарт. Человеку, который на лету может рассказать всю подноготную нашей перекрашенной RX 5700 XT. Виктору Векличу, известному на ютубе как Викон. Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Что ж, друзья мои, сегодня у нас с вами на обзоре достаточно интересный экспонат. Поучительный, я бы даже сказал. Надеюсь, что он останется в аналог истории. И никто себе данную продукцию никогда не купит. Но давайте учиться на ошибках, как говорится. Изначально даже я подумал, что, блин, у карта вся беленькая, с аниме-девочками. Все вот признаки навья присутствуют. И коробочка, и наклеечки, и следов пыли под лопастями, самое главное, нет. И, разумеется, в таких моментах я всегда советую карточку разобрать, чтобы понять, а что же она из себя представляет. И тут, ну, глупо было ожидать, что в 2024 году найдется тот честный продавец из Китая, который продаст вам 5700 XT в состоянии навья. Ну, это, типа, было бы странно. И этот ролик, я думаю, бы не получился. Тут китайцы не разочаровали. Во-первых, тут видна покрасочка кривая на радиаторе. И при беглом осмотре флешечка видеобиуса уже паялась для чего-то. Ну, перепрошивали для зачем-то. Хотя там есть дуалбиус, напоминаю. Термопрокладчики все тоже новенькие. То есть предпродажная подготовка сделана 5 с плюсом. Видим их, так скажем, со стороны самой карты. Пока не разберешь, не узнаешь, что там внутри. Но, если вдруг вы не знаете, видеокарточки подобного класса, они были все в майнинге в основном. Да, здесь нет следов флюса, там, ужаренного ГПУ и так далее. Но, опять же, охлад просто, возможно, спасал. Но эти все карты страдают по вот этим двум, так скажем, своим краям. То есть поток воздуха, он обдувает это все дело вправо-влево. И влажная, так скажем, среда, в которой они майнят, начинает отражаться в лице вот так вот коррозии на дросселях. Обвязочка здесь, нулечки подгнившие. Ну и, в принципе, здесь обвязка практически всех СМД-компонентов по обе стороны. Она уже, ну, так скажем, не первой свежести. Собственно, уже понятно, что это нифига не новая видеокарта. Вам всего лишь навсего сделали хороший, так скажем, навели лоск, чтобы вы подумали, что вы купили навье. И мы провели свое небольшое расследование. Нашли эту самую видеокарточку. И это у нас с вами, друзья мои, не какая-то там новобрендовая видеокарта из Китая. Это просто банальный XFX, который перекрасили. То есть вот вам этот самый радиатор. Там, он изначально идет медный, то есть не никелированный. И там следы как раз-таки есть красочки. Бэкплейт, собственно, будьте любезны. Ну, и сама плата со всеми вытекающими. Единственное, что это обзор на 5600 XT, у которой нет одного шестипинового коннектора. Но я думаю, что вы понимаете, что это плюс-минус одна карта. То есть один шестипиновый добавляешь, два чипа памяти, перепрошил, другой GPU, все вперед, вот тебе 5700 XT. Ну, видимо, просто такая версия была. В принципе, я обзоров именно конкретно этой версии не нашел. По итогу стоит, наверное, сказать, что, ну, брать подобные поделки, ожидая, что вам действительно не соврут и не обманут, ну, было бы слишком наивно. Поэтому не надейтесь, что 5700 XT есть где-то в состоянии новой на текущий период времени. Ну, это просто логика банальна. Сейчас-то уж трехтысячных новых не попадается порой, а тут уж 5700 XT. Будьте бдительны, друзья мои, потому что такие карточки, как обычно, ну, долго не ходят. Гнилая карта, где подгнили как минимум компоненты в обвязке дермосов, тот же там, бутстрат и так далее, это все чревато тем, что у вас в какой-то момент произойдет вот такая вот вещь, и карточка потухнет с пробитием контроллера памяти, комплекта памяти, и чинить с учетом ее цены это будет полное, ну, как бы, полное безрассудство и нецелесообразно. Поэтому, ну, сколько такие видюхи у кого отходят, наверное, это чисто казино. То есть повезет вам или не повезет? Хотите вы играть в эту игру? Ну, как говорится, здесь выбор, наверное, за вами. Но будьте аккуратны. Теперь все встало на свои места. Пятитысячные RX-ы, легенды влажных подвалов. Одни из лучших карт для добычи эфира. Наша белоснежная модель явно копала от звонка до звонка. Сурма просто внешне сделала ее новой, чтобы пустить пыль в глаза не совсем опытным покупателям. Брать такое гнилое горячее чудо нет никакого смысла, как и более дешевую RX 580. Никто не знает, когда она скажет сайонара и отправится в кремниевую йомуцукини. Это я попытался на японском. Гарантий нормальных у продавца нет. Да и китайцы отлично понимают, что покупатели вот таких дешевых RX не будут тратить лишнюю тысячу для отправки их обратно в Поднебесную. Чинить такую ржавую карту пятилетней давности не возьмется ни один нормальный сервис. И дело тут не только в цене. Любое вмешательство в компонентную базу этого Франкенштейна может вызвать новые проблемы. А кому оно нужно? Так что, увы, чудес не бывает. Бэушные RX по низу рынка это самые худшие видеокарты для покупки. Жертва лучших майнерских времен пятилетней давности. Конечно, в комментариях найдутся люди, считающие, что за 10 тысяч рублей ничего лучше не найти. Но ответьте сами себе на вопрос. Готовы ли отдавать такую сумму каждые полгода? Лучше переходите по ссылочке в описании и участвуйте в розыгрыше среди наших подписчиков в Телеграм. Просто нажимайте участвовать и через неделю вот эту бедолагу мы отправим кому-нибудь из вас. Также там же, кстати, мы публикуем вот эти таблички с рейтингом видеокарт, процессоров, которые разлетаются по интернету. Подписывайтесь на первоисточник, там мы публикуем хорошие, интересные и короткие IT-новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Сайонара. 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 Продолжение следует...